Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Не первую программу «Открывашка» будем посвящать Именно весенним процессам Что мы видим Что мы наблюдаем Как это все в природе происходит И вот мы задались вопросом А можно ли эти весенние процессы Снеготаяние, в том числе потепление Воздуха Объяснить с точки зрения физики Давайте сегодня попытаемся это сделать Мы представляем нашего гостя Это Константин Каханов Заместитель директора Центра дополнительного образования Одаренных школьников Доброе утро Доброе утро Вот такие у нас замечательные ребята Вы к нам принесли сегодня Кой-какой Эксперимент Будем показывать Обязательно посмотрим Да Я хочу сразу же озадачить наших слушателей 211-101 Внимание, ребята Давайте сразу подключайтесь к нам Я напомню, что вы нас можете слушать Не только на FM-частоте 101.0 Но и в интернете На нашем сайте Вот Федя сейчас задаст вопрос свой Он не физический будет такой Хотя, как посмотреть Там кое-что можно и присоединить сюда Вот ты сейчас озвучишь вопрос А потом расскажешь о том Какие призы сегодня ребята могут За правильный ответ выбрать Хорошо Мой вопрос Ну это для рассуждения можно так сказать Почему весной считают порой любви? Почему весна считается Самым романтичным временем года? Временем любви? Звоните 211-101 Вот любые соображения на сей счет Они будут считаться уже правильным ответом Ну а теперь призы Их книг у нас есть Энциклопедия Великие люди России Для читателей от 6 лет Энциклопедия Млекопитающая Для ребят от 6 лет Энциклопедия Земля и космос 6 плюс Энциклопедия Планета Земля Для читателей от 6 лет Марк Сергеев Машина времени Кольки Спиридонова 0 плюс Варя Еноль Напиши мне письмо Эта книга совершенно девчачья Девчачья? Почему девчачья? Да, потому что там Про любовь А, вот это связано с вопросом Ты, видимо, смотрел на эту книжку И решил задать вопрос Джек Лондон Белый клык Для читателей старше 6 лет Классика, да Приглашение Приглашение на двоих В театр на Спаскай На спектакль Мифы Древней Греции 28 марта В 14.00 12 плюс Приглашение на двоих В драматический театр На спектакль Комната сбывшихся желаний 1 апреля 11.00 6 плюс Приглашение на двоих Котоков Азоки Приглашение на двоих Батутный перк Марио Приглашение в филармонию К 60-летию Вятской филармонии Симфонический оркестр Имени Раевского 1 апреля 1 апреля В 17.00 6 плюс Все Это шутка Что, 1 апреля? Да Надеемся, что нет Надеемся, что действительно В графике Замечательные призы Книжки все красочные Замечательные И уже есть У нас желающие ответить На Федин вопрос Федя, приветствую Слушателя Или Ева будет это делать Давай, Ева, ты Федя задавала А ты общаешься со слушателем Привет Привет Как тебя зовут? Аня Сколько лет, где учишься? Я учусь в 11-й школе Мне 11 лет 11 лет Когда каникулы у тебя? Начались вот недавно Круто Так, юная часть нашего города Видимо гуляет уже, да? На каникулах Все, все школы, надеюсь Ань, ну что 11 лет Самое время размышлять О любви Как ты думаешь, почему? Я думаю, потому что Все просыпается Птицы вьюдут Возже Настроение повышается Вот А отчего у тебя Настроение повышается Вот лично У тебя? Ну, не знаю Больше стало солнечное Тем не оттуда Вот Константин, прокомментируйся Да, совершенно верно Действительно Солнца становится Намного больше У нас в организме Оживают процессы Ультрафиолета больше Глазки начинают Более активно работать Все вместе И даже Вырабатывается Вещество такое Серотонин Вещество счастья Витамин D И прочие-прочие Процессы Делают нас Более внимательными Природа для нас Уже выглядит не так Как зимой Яркая Все вокруг ярче И поэтому У нас и чувства Просыпаются Чувства ко всему Да, вот почему Считается жители Южных стран Да, они такие Более темпераментные В отношении К противоположному полу Потому что солнце Больше Одно из объяснений Так ведь Аня, мы тебя Поздравляем Есть уже конкретный Выбор Что хочешь получить Пока нет Хорошо, тогда Общайся с нашим Редактором Ее зовут Вера И она Собственно Еще раз тебе Повторит Какие призывы У нас имеются Сегодня И ты Определишься Хорошо Доброе утро Тебе еще раз 211-101 И так продолжаем Вернее Только еще Начинаем наш разговор Вот мы сейчас Рассказали То есть упомянули Солнце Солнечный свет Тепло Которое нам Солнце посылает Ну соответственно Наверное Главный вопрос Почему Весной мы чувствуем Что оно Действительно Можно согреться На солнце А зимой Это у нас не получается Да Это вопрос Действительно Интересный То есть Зима Лето Солнце Вроде одинаковое Одно и то же Но мы Весной Чувствуем Что становится Теплее Даже когда Воздух холодный Днем Почему-то Солнышко Успевает прогреть Если мы Посмотрим Ребят Вот на фонарик Самый обычный У нас в студии Он есть Константин держит В руках обычный фонарик Да У нас есть фонарик И посмотрим Как отличается яркость Вот освещение Кировской области Посмотрите Когда мы светим сверху Это карта Кировской области У нас И светим Не сверху А сбоку Мы видим Что яркость Оказывается очень разной Видите Ребят Вот сегодня Например Солнышко Находится под углом 30 градусов Все ли представляют Сколько это 30 градусов Под углом 30 градусов А если бы Мы с вами Сегодня работали В студии Было бы 25 декабря Солнышко было бы Всего под углом 6 градусов Если посчитать То разница энергии Которая попадает На Землю Отличается Сколько бы вы думали Раз В 5 раз В 5 раз Вот представьте себе То есть 6 градусов Это так вскользь Практически Да 30 градусов 6 градусов 30 разделить на 6 5 Тоже 5 Молодец Да То есть вот Мы замечаем Что действительно Сейчас солнышко Работает интенсивнее Прогревает все И нам становится тепло Даже несмотря на то Что вокруг холодно Излучение Топит снег Ну у масштаба космоса То есть Земля Поворачивается Таким образом Да Солнце Что угол Этот вот увеличивается Постепенно растет А максимум Максимум он достигает Максимум у нас будет Порядка 40 градусов Но это будет летом уже А мы об этом может быть Еще поговорим с вами А почему зимой снег не тает Почему зимой Очень ярко Все Ну снег же отражает Свет Почему он не тает Ну во-первых Еще раз повторю Энергии недостаточно Чтобы его растопить При такой низкой температуре Окружающего воздуха Во-первых Недостаточно Во-вторых И дни Посмотрите Насколько они короче То есть за это время И не успевает Солнышко исправиться И энергии недостаточно Для того чтобы растопить К сожалению Но так Все дело в угле 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 Ну не тем которым топят А угол в смысле Да Чем больше угол Тем больше ощущаем тепло Поэтому на крышах Снег тает немножко раньше Потому что угол расположен Ну по отношению к солнышку Там более благоприятный И солнце падает на него Практически перпендикулярно И с крыш снег Даже с холодных помещений Сходит раньше Солнце падает на него Случай не солнышко Снег падает на нас Да Снег падает на нас Ну мы сейчас Не все крыши конечно имеем ввиду Крыши определенной конструкции Деревянного поворота Да Поворота Да Давайте следующий вопрос зададим Нашим слушателям Константин Анатольевич Задавайте 211-101 Я знаю что у вас такие серьезные вопросы Подготовлены Да вопросы очень серьезные Ребят Вот наступает Время и откипели И замерзания У нас по ночам Ну и садоводы сталкиваются С такой серьезной проблемой Как быть Вот оставляешь бочку на ночь С водой И замерзает лед И бочка Буквально что Взрывается Почему так происходит Но тут варианты Во первых Почему так происходит Во вторых Как с этим бороться Самое главное Садоводные шли Очень неплохой способ Я предлагаю три варианта Надо прокомментировать Какой из них правильный Во первых Можно положить туда деревяшку Как вариант Во вторых Можно бочку закрыть Плотно крышкой Второй вариант А еще Можно под бочку Положить стальной лист Как вы думаете Что на самом деле Спасет бочку От разрушения Ну мы сейчас Имеем ввиду Такие переходные Да Переходное время года Когда днем Днем тепло Тепло плюс Зимой Заморозок Ночью заморозок Случается И поэтому Случается 211-101 Почему бочка Взрывается Когда замерзла И как предотвратить Собственно Три варианта Ответа вам данной 211-101 Мы ждем Вашего звонка Ну и продолжаем Наш разговор Не за горами Видимо уже Та пора Когда мы Будем слышать И видеть Весеннее Бу-у Гроза 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 Да Ну вот И грезы Почему зимой Почему зимой Этого нет Почему мы только весной Вот у нас уже Есть ответ Отлично Попытка ответить Федя Принимой звонок Как зовут Сколько лет Привет Здравствуйте А сколько тебе Меня зовут Алина Мне 9 лет Я учусь В 22-й школе Хорошо учишься Да У тебя тоже Каникулы начались Да Поздравляем. Хорошо, мы слушаем твой ответ. Надо закрыть плотно крышкой банку. Ну, или банку, или бочку. Закрыть плотно крышкой. Интересный вариант, но, к сожалению, боюсь, что бочку, крышку мы оставим, бочка испортится. Тем не менее. Все равно замерзнет. Тогда можно выбрать деревяшку? Хорошо, мы даем тебе вторую попытку. Вторая попытка. И что по поводу второй попытки? Вот это, как ни странно, правильный ответ. Деревяшка спасет, оказывается, бочку от разрушения. Действительно, замерзающая вода расширяется, будет постепенно эту деревяшку выталкивать, и вслед за ней водичка будет выходить наружу. Так можно бороться с замерзанием воды. То есть, оказывается, бросьте туда топор без топорища. Топор, в смысле, без железной части. Да, без железной, без ударной части. И у вас окажется, что бочка-то и не лопнула. Можно положить простую бутылку пластиковую, закрытую крышкой. Можно бросить пенопласт. В любом случае, если туда положите нетонущее тело, то у вас будет защита, надежная защита бочки от разрушения. Вот, пожалуйста. А если мороз будет крепчать все-таки, температура будет понижаться, все равно замерзнет в итоге-то? В итоге мы проводили опыт, если уж так говорить. У нас преобразование льда, он весь вышел наружу. То есть, мы просто получим вытекание воды. Но сосуд не разрушился. А, во как. Ну что, запомним? Будем использовать. Запомним. А если сверху заледнеет, то можно будет вытащить, как мороженое на палочке. Ну, практически, да. Если бочку разобрать, у вас будет прекрасное эскимо. Эскимо, но лучше его не лизать. Так, я слышал, звонок у нас сорвался. Да, Алина, да, ведь у нас звонила? Алина? Вот сейчас вот ответила на вопрос палку, да? Ответила правильно. Алин, пожалуйста, еще раз перезвони с нашим редактором Верой, пообщайся. Она тебе подскажет, что можно выбрать за твой правильный ответ. Ну что, запомнили. Многие сделали такое открытие, чтобы не замерзла при заморозке вода в бочке. Надо положить туда палку. Так, возвращаемся к грозам. Почему зимой нет? Я предлагаю посмотреть. Это, может быть, натолкнет нас на мысль, почему возникают грозы именно с приходом весны. Майские грозы, про них много сложенных стихов. Люблю грозу в начале мая и так далее. Я предлагаю увидеть молнию. И Федю попрошу покрутить ручку электрофорной машины. Я там со мной, пожалуйста. Электрофорная машина. Вот мы видим искру, огромная искра. И слышим характерный звук, специфический такой звук. Что мы видим? У нас движутся диски, возникают потоки воздуха. И вот, оказывается, для грозы важно, чтобы появились восходящие потоки воздуха от нагретой земли. И когда эти воздухи восходят вверх, они начинают перемешивать капельки воды. И происходит такое явление, как электризация. У нас положительные капельки поднимаются высоко вверх. Это мелкие капельки. Внизу остаются капельки покрупнее, заряжены противоположным знаком. И вот и гроза. А зимой восходящих потоков воздуха почти нет, потому что земля холодная. Земля спит. Земля спит. Перемешивания капелек не происходит. И поэтому мы и не наблюдаем молнию зимой. То есть, когда у нас поверхность тёплая, и летом жаркий день, вероятность грозы выше. Когда земля тёплая, у нас грозы случаются чаще. Так что наступила жара, ждите грозу. И хотелось бы заметить, что в студии появился характерный запах. Да. Из-за высокого напряжения. Да, молодец. Просто я прям почувствовал. Чувствуешь, вот если поближе немножко. Такой специфический запах. Поднести, посопить, чем-то запахло. Это называется озон. Вот у нас есть озоновый слой, защищающий нас от ультрафиолетового излучения. Здесь действительно образуется озон. Это говорит о том, что напряжение в этой искре колоссальное. Почти 20 тысяч вольт. В нашей розетке 220, ребята, а здесь 20 тысяч вольт. Озон, напомню, насколько помню, химическая формула О3. 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 Отличается от... То есть от электричества с кислородом что-то происходит? Да, совершенно верно. То есть мы так преобразуем молекулы в воздух, что у нас происходит воссоединение. То есть преобразование вот этих молекул О2 в О3. То есть выгодно становится объединение их группа по 3. Ну и, соответственно, вы помните, да, в тёплое время года, весной, летом, после дождя, если была гроза, гром, свежее, да, становится. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Да, свежее становится. И дышать легче становится. Да, после первого дождя появляется ещё один специфический такой приятный запах. Знаете ли вы, откуда он берётся? Такой, когда дождь прошёл, освежающий, говорят, такой дождик, первый запах, очень приятный. Пахнет травкой и землёй мокрой. Ну, совершенно верно. Поднимаются из земли вот специфические такие споры, которые для нас имеют приятный запах. Мы называем его запахом дождя в том числе. Ева, ну возьми ты за ручку электрофорную машину. Покрути. Покрути. На камеру вот сейчас тебя снимут, потом в интернет выложат. Так, можно поактивней, поактивней. Вот. А откуда звук берётся? Почему мы слышим такой удар? Как вы думаете, почему гром гремит? Почему проскочилось? Федь, какие соображения есть? Почему звук у этого процесса есть? Масса воздуха соприкасается. Проходит удар. И в связи с этим происходит звук, ну, в виде щелчка. Молодец. Удар действительно. Но тут на самом деле в канале молнии температура разогревается до тысяч градусов. И потом происходит охлаждение и схлопывание буквально. Вот как в ладошке мы хлопаем, схлопывание воздуха. Это называется ударная волна. И чем, конечно же, молния была шире, тем гром будет больше. Ну, в масштабах, собственно, небо. Это всё, конечно, громче, намного всё ярче. Но принцип вот такой, соответственно. И вот я ещё где-то видел... Соответственно, если крутить намного быстрее, то искра будет постоянно. Чаще, да, практически. Не будем пробовать, да. И вот я ещё где-то видел, что появились зажигалки, которые с помощью как раз... Пьезо-зажигалки, наверное, да? Да. Так называемая пьезо, да. Когда ты нажимаешь, там искра проскакивает. Не от кремния, не от искрения загорается, да. Нет, нет, там именно току... Возникает искра. Да. И вот в связи с этим у меня вопрос. То есть, а там какое напряжение приблизительно? Ну, тоже. Вот я хочу сказать, что при каждом сантиметре молнии напряжение должно быть 10 тысяч вольт. А там где-то полсантиметра. Там даже, я бы сказал, 2-3, может быть, миллиметра. Пьезо-зажигалка, это изгиб специфического материала, даёт нам напряжение. И вот это напряжение потом в виде искры разряжается. 211-101. У нас близится музыкальная пауза. Я предлагаю сейчас Еве задать вопрос. У нас Ева ещё не задавала вопрос. В Женеве существует трагиция. Специальным указаном является наступление весны тогда, когда распускается первый листочек на дереве, растущем под окнами кантонального правительства. Что это за дерево? Я дам несколько вариантов ответа. Первый – яблоня. Второй – пихта. Третий – каштан. Вот как только листочек распустился у этого дерева, весна наступила. Здорово. Такая хорошая традиция. Интересная, красивая. Один раз у них была два раза весна, потому что это дерево решило свести два раза. Сначала в декабре, а потом в марте. Ну, то есть, видимо, погода так сложилась, просто потеплела. Было приятно. Потеплела, возможно, оно распустилось. Это, по-моему, 2006 год. Потом похолодало, а потом снова потеплело. А можно тогда тоже еще один вопросик задать? Кому? Нашему гостю? Нашим слушателям. Нашим слушателям? А может, по очереди все-таки? Мы смешаемся в кучу в одну. 211-101. А что происходит, Константин Анатольевич, с атмосферным давлением весной? Ну, прежде чем что происходит, давайте мы его почувствуем. Мы так привыкли к атмосферному давлению, что его не замечаем. Я предлагаю сейчас его немножечко ощутить. У нас в студии небольшой резиновый коврик. Скажу его размер. Интересно, 26,5 на 26,5. Он лежит у нас на дощечке. Этот коврик очень легко от дощечки оторвать. Ну, как говорится, проблем никаких нет. Но если мы попробуем за крючок, Ева, предлагаю, за крючок приподнять этот коврик. Крючок приделан как раз-таки коврику сверху. И мы наблюдаем, что? Что он не отлепляется. Да. Если его держать аккуратно, он не отлепится. Более того, скажу, если мы этот коврик намочим водой, поднесем какой-то поверхности у нас сзади сейф. Мы пробовали перед началом эфира. И пытались приподнять, то, оказывается, этот коврик, в случае, если не порвет сама резинка, может выдержать 700 килограмм. 700 килограмм. 700 килограмм. Это всё действие атмосферы. Почему так происходит? Потому что сверху атмосфера действует, а под коврик она не попадает. И получается, что когда мы пытаемся дёрнуть за крючок, возникает так называемое разрежение, пониженное давление. И атмосфера прижимает так сильно, что это эквивалентно тому, чтобы вы попытались 700 килограмм поднять. А теперь что меняется с атмосферным давлением при переходе от зимы к лету? Ну, видите, вот сейчас под коврик у вас немножечко попадает воздух. Доска напоминает разделочную такую деревянную, но она побольше. Я ещё раз, да, доска толщиной сколько? Сантиметр? Сантиметр, наверное, она резинка миллиметра четыре, наверное, толщиной. Ну, и к ней приделываем крючок нашим слушателям, чтобы понимали. Вот. Ну и как меняется? Так, а давайте на этот вопрос мы ответим после звонка. Не будем заставлять долго ждать нашего слушателя. Федь, приветствуй. Привет. Здравствуй. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Михаил, мне 10 лет, я учусь в 14-й школе и хожу в ЦДОЖ. А ещё ты, Миша, ходишь к нам на открывашку для того, чтобы её вести, да, Миш? Ну, да. Привет тебе, Миша Литун, огромная, да. Как раз-таки в прошлое воскресенье мы говорили с ним, в том числе о мирах безопасности, которыми нужно руководствоваться весной, чтобы не провалиться под лёд, например. Миш, как дела у тебя, как настроение? Хорошо. Хорошо. Ну, давай, отвечай на вопрос, который Ева задала. Я могу предположить, что это каштан. Ева. И это правильный ответ. Молодец. Миш, ты, как всегда, на высоте, ты ответил правильно. Ещё его называют официальным каштаном Женевы. Официальный каштан Женевы. Как официальный представитель какого-то ведомства, да? Тут такой человек, а тут растение официальное. Тут важный каштан. Я знаю только один факт о Женеве, что там расположен самый дорогой отель в мире. Ага. Вполне возможно. Я не читал, кстати. Может, он там живёт? Миш, у тебя тоже каникулы? Миша. Да. Да. Отлично. Какие планы? Чем будешь заниматься? Ну, сегодня поеду в Порошино. Ага. Для того, чтобы покататься на чём-то? Да. Молодец. Ну, давай, мы тебе желаем хорошо провести этот день и вообще все каникулы. Будем ждать тебя в нашей студии. И ты определился уже, что хочешь выбрать? Алло. Да, он уже с нашим редактором. А, уже всё. Всё, хорошо. Давайте. Продолжаем, да, собственно, об упасах давлений весной? Давлений, да. А что происходит у нас с переходом от зимы к лету? Как раз вот весной. Да, есть какое-то... Собрали? Я хотел просто спросить. Вот я заметил, что чем выше мы поднимаем, тем ниже становится давление. Да, молодец. Тем меньше оно соприкасается. И чем выше поднимаем, тем оно, ну, как бы, может упасть легче, да? Да. Отсоединиться. Но, скорее всего, здесь связано с тем, что у нас эта поверхность, может быть, не идеально гладкая, потом воздух туда, да, за это время, пока мы поднимаем, воздух успевает попасть и, как бы, выравнивает давление сверху снизу. То есть, скорее всего, в этом дело... А если быстро дёрнуть? Если быстро дёрнуть, то вы точно либо коврик порвёте, либо вы стол оторвёте от опоры. Прежде всего, так. У нас был случай, раз мы заговорили, у нас учитель физкультуры решил показать свою силу и просто оторвал парту, прикрученную к полу. Такой случай у нас был однажды. Привожил так сильно, что парту поднял. Его уволили? Нет. Это была демонстрация, которую мы сами хотели увидеть, и он нас удивил. Понятно, это заранее спланированная. Хорошо. Но всё-таки что происходит? Вот смотрите, зимой, когда температура у нас ниже, зимой или летом? Температура воздуха. Ниже, да, температура воздуха окружающего зимой ниже. Ниже, это значит, она в отрицательную область уходит. И у нас, как говорят, молекулы, молекулы, из которых состоит воздух, движутся медленнее. Их больше становится. И поэтому столб атмосферный зимой больше. И поэтому давление зимой чаще всего выше. При переходе к лету давление понижается. То есть вот зимнее давление, оно всегда более высокое. Поэтому, когда к нам приходят циклоны, слышали такое слово, циклоны – это холодный воздух, у нас давление всегда повышается, потому что идёт с севера холодный, сжатый такой воздух. Давление растёт, солнечная погода, но при этом холодно. А, для примера, порядок разницы в миллиметрах ртутного столба. Он очень незначительный. То есть речь идёт о средних значениях, буквально 10-20 миллиметров ртутного столба. Это средним. Поэтому мы это завинчаем слабо. Но когда приходит, правда, циклон, у людей чувствительных болит голова. Чувствующих это, да. Нам по океографии задавали… Стасферное давление повышается. Да, да, да. Нам по океографии задавали отследить каждый день, сколько миллиметров ртутного столба давления. И, то есть, у нас были перепады, я смотрел, 763, потом 747. Да, скачки колоссальные. Для Кировской области считается нормальным давлением 748 миллиметров ртутного столба. Не 760, как исторически первое давление. Я помню, на уроках языки нам говорили, что 760, да. А у нас немножечко давление ниже. То, что означает? Мы выше уровня моря. Раз мы выше, значит, и давление у нас несколько ниже. Нормально для нас 748. Если 748, у меньшего числа людей будет голова именно от чувствительных давлений. А у вас есть такой человек? Человек, который бы голова была? Вы по нему измеряете? С возрастом все люди начинают, видимо, чувствовать вот эти изменения. И каждый как сходячий барометр, видимо. Слушайте, а вот такой еще интересный вопрос, но он не связан так с весной. Например, человек родился и долгое время прожил выше моря, да. И он привык к более низкому атмосферному давлению. И бац, он переехал куда-то ближе к уровню моря. Он почувствует как-то вот на себе? Ну, видимо, да. Потому что подстройка организма требуется. Не случайно же даже спортсмены ездят соревноваться в другие страны, их подстраивают. Это даже люди тренированные, они должны приехать заранее подготовиться. Климатизация проехала. Да. И в том числе к давлению нужно приспособить свой организм. Хорошо, продолжим наш разговор о прелестях весенних после небольшой музыкальной паузы. Я напомню, что у нас в гостях Константин Каханов, физик, заместитель директора Центра дополнительного образования дарил мы школьников. Ну, а ведут передачу Ева Карацова, Федя Рычков и Владимир Сметанин. Давайте послушаем замечательную детскую песню о весне. Я сегодня увидала, что на улице весна. Мы ее так долго ждали, а она уже пришла. Легкий ветер заиграл в волосах. Сетец платьев закружил по двору. И на солнышке жуки усачи дружно песенку поют про весну. По асфальту нам стучат каблучки. Отвечает им вдогонку капель. Я сегодня увидала весну. На окошке распустилась сирень. Стихли в юге метели. По забытых холодах. Словно в старой доброй сказке В гости к нам пришла весна. Легкий ветер заиграл в волосах. Сетец платьев закружил по двору. И на солнышке жуки усачи Дружно песенку поют про весну. По асфальту нам стучат каблучки. Отвечает им вдогонку капель. Я сегодня увидала весну. На окошке распустилась сирень. Легкий ветер заиграл в волосах. Сетец платьев закружил по двору. И на солнышке жуки усачи. Дружно песенку поют про весну. Продолжается детская познавательная программа «Открывашка» на часах 10.37. Мы говорим сегодня о весне. Пытаемся объяснить многие весенние процессы с точки зрения физики. Но что значит «пытаемся»? У нас вроде бы получается. Федь, давай. Я хотел задать вопрос. Нашим слушателям? Да, он достаточно легкий. Кто придумал закон о силе притяжения Земли? Это должны знать все. То есть именем этого человека этот закон и называется, так? Да. Насколько помню. При каких обстоятельствах он это все открыл? Будем подсказывать или не будем? Это мы будем потом как раз вместе разбираться. А, хорошо. Хорошо. Я тут параллельно заглядываю, посмотрю прогноз на следующую неделю. Прогноз погоды. У нас только один из дней будет с плюсовой температурой. Плюс два. Остальные что-то минус семь. Минус, боже мой. Как мы уже устали от зимы. Хорошо бы вышло солнышко погрело. Даже при такой температуре. Бывает, что тепло. При минус семь греет солнце. И ходишь, радуешься. Даже при отрицательном. Давайте вспомним сейчас про аксессуар, который в руках у нас появляется у многих весной. Когда, собственно, все растаяло. Когда тепло. Про дожди уже поговорили. Про грозы. Это все сопровождается еще и дождем, собственно. Вот мы сейчас рассмотрим, как у нас зонтик работает. Да, интересный вопрос. Я предлагаю, Федя, показать нам интересный очень эксперимент. Мы наполняем банку водой. Обычная полулитровая банка. Федя берет ее в руки. Федя, опускает ее в ведро с водой. Набрал. Чуть больше половины. Так. А на банке у нас сверху сеточка. Так, Федя? Сеточка. Лучше взять половинку листочка бумаги. Вот ему порвать его, чтобы он держался. Половинку. Не торопись. Да. Не торопись. Так. Да, половинка. Половинка воды. Так. Обычный тетрадный листок. Да. Будет сейчас разрывать Федя. Это просто из середины вырвано. Нам не нужно два листа, нам нужен один. Сейчас он... Достаточно одно, чтобы опыт хорошо получился. Так. Внимание. Это все потом будет запечатлено на нашей видеозаписи. А она появится на сайте эхокирова.ру. Сейчас самый торжественный момент. Так. Накрываем, переворачиваем. Видим, что листок внизу. Под отверстием. И тихонько, и тихонько. Оп. Вот так вот. Посмотрите. А теперь чуть-чуть наклоняем банку. И вода выливается оттуда. Ева, сможешь пояснить, что ты сейчас увидела? Ева с открытым ртом. Еще раз. Еще раз. Федя. Вторую попытку. Он прикладывает сверху тетрадный листок к этой банке, на крышке, у которой сеточка. Прижимает, переворачивает. По идее, сейчас должна потечь вода. И листок должен отвалиться. Листок сейчас прилип. Вода не течет. Листок Федя убирает. И, о, чудо! Ну, там же сетка. Сквозь нее ведь должна сочиться вода. Но она не сочится. Банка перевернута сеткой вниз. И не вытекает. Да. Более того, сейчас вылить, Федя, воду. Еще один. Давайте мы попробуем достать воду из банки прямо без всякого листа. Опусти в воду. Набери почти полную банку. Вертикально поднимай аккуратно. И ты поднимешь полную банку воды. Нет, нет. Сеточкой вниз. Сеточкой вниз, да. Вот опусти туда. И доставай аккуратно, аккуратно. Не спеши только. Не спеши. Доставай вверх. И у тебя полная банка воды. И она тоже не вылится. Вода оттуда. Что-то в этой сеточке, да? Да. Сетка, да? Всего же сетка, дырявая сетка. Сквозь сетку должна вода течь. Но если аккуратно держать вертикально, то вот так. Ну, что, объясняете, что мы только что увидели. Сетя, что можешь сказать по этому поводу? Ты вот экспериментатор, у тебя шикарно получается опыт. Как думаешь, почему она? Почему? Что мешает воде вылиться? И в зонтике то же самое. Там же дырявая ткань, можно так сказать. Если мы под лупой посмотрим, там ведь ответственность фасально. Боры. Возможно, я буду не прав, но, по-моему, там происходит соприкосновение листка бумаги, то есть с водой. И там запирается воздух, можно сказать, когда мы прикладываем листок. И когда мы убираем листок, капельки воды удерживаются и покрывают вот так вот эту сетку. Да, это поверхностное натяжение называется явление, которое вот позволяет удерживаться капелькам. Кстати сказать, у нас скоро лето. Как вы думаете, в какую погоду капли больше, в тёплую или холодную? В тёплую. В тёплую. В тёплую, молодцы. В тёплую? В тёплую, наверное, да. Вот в жаркий день капли крупные, первая падает. Это... Потому что испарение более большое, да? И от эритаризации зависит много, конечно, факторов. Но вот мы понаблюдали, с вами принципы работы сейчас пока зонтика, и говорим, что просто натяжение позволяет удерживать. Кстати, интересно, если вы по зонтику проведёте пальцем во время дождя, он может начать сочиться. То есть вы в воде предоставите доступ, и проведённым пальчиком по вот рукой заставит капать на вас капельки. Очень легко зонтик превратить, не защищающий от дождя. Но это, видимо, не касается тех зонтиков, которые там сделаны из... Сплошного материала. Да, из сплошного материала. Да, из сплошного материала. Всё-таки вот такой тряпичный тканевый зонтик, да, вот он работает именно по этому принципу. Мы задавали вопрос нашим слушателям 211-101? Нет, не задавали. Да, про Ньютона. Да, сдавали. А, ответ прозвучал. Но, я так понимаю, не было ответов? Не было. Ну, хорошо, да. Я помог. Хорошо. Ну, можно следующий вопрос тогда за Федь. Я прошу прощения. Можно тогда узнать, какое у него имя. А, давайте, хорошо. Фамилия, значит, у него Ньютон, а как его, собственно, звали? Ну, один из самых известных ученых, физиков, да. Дозвоните, пожалуйста, 211-101. Уважаемые родители, бабушки, дедушки, можете подсказать своим детям, чтобы они выбрали какой-нибудь замечательный приз. Кстати, призов у нас еще очень-очень много. В ванну. Это другое. Можно, кстати, и следующий вопрос, связанный с ванной. У нас как раз вот плещется в... Я помню, кто это был, но я не буду говорить. Да, это как ученого звали. Ну, это я не знаю. Следующий вопрос, наверное, уже будет. Который лег в ванну и закричал «Эврика!». Да. Нет, это закричал другой. Это как раз вот тот самый. Нет. Нет? Это тот, который в ванне. А, в ванне. В ванне он кричал «Эврика», но это не связано с... Как давно была школа, что-то все повылетало. Так, давайте перейдем к следующему процессу, самому заметному. Одному из самых заметных весной. Это все-таки снеготайги. Да. Я, прежде чем вот про снег хотел поговорить, вот давайте, может быть, обсудим вопрос, а почему с весной у нас уровень рек повышается. Я вот еле предлагаю сделать опыт. У нее перед глазами сейчас мензурка. И мензурка, в которой вода. Просто вода. И посмотреть, какие показания, какие там числа написаны. Ну, здесь больше, чем 190, она меньше, чем 210. Отлично. Давай мы туда положим кубики льда. То есть, примерно 200, да? Да. У нас кубики льда в термосе. Да, и мы туда их попробуем, если они у нас... Итак, в эту мензурку мы пускаем кубики... Большой, большой слишком. Сейчас мы подготовим... Наш редактор, несите нам молотву, мы будем лед колотить. У нас есть там внизу маленькие. Мы сейчас подготовим. Но вопрос в чем? А когда мы положим, и лед растает, что произойдет с уровнем? Как вы думаете? Увеличится масса. Он повысится? Уровень повысится. Это стандартный ответ. Оказывается, уровень воды, и мы этот опыт сделаем сегодня с вами, возьмем оттуда более мелкие кусочки, и уровень не изменится. То есть, когда лед... Леда нахмурилась. Ты готова поспорить? Леда готова. Конечно, поспорить. И как у нас наводнения такие на вятке дымка все время у нас под водой оказывается. У нас друзей все время топят, они рядом с дымкой. Совершенно верно. В дымке живет. Здравый смысл нам отказывается верить в это, тем не менее. Вот опыт мы посмотрим, увидите. Все-таки почему же поднимается уровень, когда приходит весна? Это не связано с плавлением льда на поверхности воды. А с чем? С приходом воды. Федь, ты готов сказать, я вижу. Откуда берется дополнительная вода? С неба, можно сказать. С неба она уже... С неба опала на землю. А откуда она берется? Почему ее становится больше? Из города. Вывозят, истекают со всех окрестных лесов. Да, истекает. Истекает куда? В самую низкую часть это река. То есть у нас уровень повышается не за счет того, что плавится там лед, а собственно на реке. А лед куда уходит? А лед превращается в воду. Но уровень, еще раз повторяю, из-за того, что плотности различные не меняется. То есть мы сейчас опыт увидим его. То есть если бы от реки по берегам поставить некие заграждения, ну так я фантазирую, чтобы не стекало туда это все с окрестностей, то уровень был тот же самый. Не изменился бы. Нас пугают, кстати, глобальным потеплением. Говорят, что когда растают ледники, то уровень повысится. Но это правда. Дело все в том, что ледники отличаются от льда, который плавает по поверхности вятки, чем они, ледники, примороженные к поверхности земли. И когда они растают, действительно уровень поднимется. А этот лед на поверхности воды, он как бы не несет никакой угрозы, растает и, в общем-то... Я смотрю на Иву, Ива, по-моему, не может поверить. Не может поверить. Несмотря на все доводы Константина, не может поверить в то, что уровень не изменится. Ну, увидим. Просто если я правильно понял, что ледники, они сейчас выглядят как земля, а если они растают, то получится, что какой-то слой земли спадет в том месте и образуется вода. Нет, часть воды, которая образуется, затопит у нас на поверхности земли сушу. То есть суши станет меньше при плавлении ледников. Это обязательный процесс. Поэтому мы боремся с глобальным потеплением. А где эти ледники? На полюсах, очевидно, на северном и южном полюсе. И они до нас дойдут? Я думаю, что у нас Кировская область расположена, как еще раз мы сегодня говорили, достаточно высоко. То есть для Кировской области... Напомните, сколько у нас над уровнем моря? Я не берусь сейчас на скидку. В районе 320. У нас равнинная поверхность. Поэтому мы можем быть спокойны. Для нас это явление не представляет угрозы. Давайте дадим ответ на вопрос, как звали уже Ньютон. Что-то не звали. Исаак Ньютон, конечно же, его зовут. Которому упало яблоко на голову. Это правда? Вот как раз это был наш вопрос для общего обсуждения. Правда ли или миф? Считается, что на голову Исааку Ньютону упало яблоко. И именно в этот момент он понял, что земля притягивает предметы. И нужно создать такой закон. Ну, наверное, он действительно что-то понял. Действительно, яблоки, видимо, падали, как и в присутствии Ньютона. Ну, осенило почему-то только Ньютона. Я слышал, что он сидел в вздумчивости, и яблоко упало не ему на голову, а рядом с ним. Да, я тоже вот слышал своеобразную легенду уже теперь. Никто, правда, не узнает. Есть дерево даже, которое является от этой яблони, которая родилась. Да, потомкой этой яблони. Вроде как за ним ухаживают. Но история вроде как такая, что Ньютон, находясь в садах, разгуливая и размышляя о законах всемирного тяготения, падения тела, обнаружил, что все яблоки падают строго перпендикулярно поверхности Земли. Это ему показалось странно, почему яблоко не может упасть в сторону, а падает строго вниз. И на основе каких-то рассуждений он вот начал строить свою теорию. То есть он построил, в конце концов, закон всемирного тяготения. Но это легенды. На самом деле, как развивались события, история, скорее всего, умалчивает. То есть мы можем только догадываться. Задайте, пожалуйста, следующий вопрос нашим слушателям. 211-101. Вы подготовили вопрос с вариантами ответов. А кто же к вам? Как-то обычно полегче. Да, ну давайте полегче, конечно. Давай вопрос озвучим. А почему весной мы видим разрушение асфальта? Вот с чем связано, что... Я знаю. Да, мы знаем, но мы, дождем, слушатели... Это специальное название еще уявления этого есть. Может быть, слушатели скажут. Ребята, вот такой взрослый, серьезный вопрос. Ну, может быть, у вас в семье обсуждалось это. Вот, черт подери, да что ж такое? Опять вот весной дороги-то разрушаются. А дозвонитесь нам, 211-101, и поясните, пожалуйста, почему у нас больше ям, больше трещин. Именно весной такой. Очень самое пагубное для дорог, асфальтированных я имею в виду, дорог. Ева как в школе? Дело. Рука? Да, Ев. Вот есть люди, которые хотят помочь весне, поедая снег. Они, видимо, асфальт тоже поедают. Асфальт поедают? То есть это... Местен с снегом. То есть это некие существа, да? Люди. Это люди, да. Люди, люди. Как-то у Кинга, как там эти были, которые время-то ели? Не помните рассказ? Гремлины, нет? Да. Может быть, действительно какие-то у нас существа там ходят? Сейчас слушайте, я думаю, что ответят на этот вопрос компетентно. Звоните, 211-101. Ну, а мы... Еще хотелось бы поговорить о реках все-таки, о таком явлении, как ледоход. Там тоже определенного рода физические процессы. Да, но вот мы замечаем, что во время ледохода около реки, вот что мы чувствуем, даже в жаркий день, около реки всегда прохладно. Почему холодно? Действительно? Да, да. Почему так, когда прям плывет лед, холодно? Как вы думаете? Потому что воздух испаряется. Так, потому что тепло уходит в воду, она плавится, а холодный воздух, который в льде, он поднимается, и поэтому мы его чувствуем, если мы приближаемся к реке. В общем, что-то там тепло поглощает. Да, совершенно верно. То есть лед забирает интенсивный тепло. Кстати, какая температура воды, когда на нем плывет? Вот на улице плюс 20, весна, апрель, и плывет лед. Как вы думаете, какая температура воды подо льдом в этот момент? В районе нуля без десяти, нет? Молодец. Практически ноль. Ноль, да. Пока не расплавилась последняя крупинка, температура будет всё время держаться ноль. Так что купаться рано, несмотря на то, что на улице жара, 20. А в Крещении? В Крещении, опять-таки, это и хорошо. Там тоже температура ноль. Вода сосуществовать со льдом можно только при одной температуре, ноль градусов. Поэтому и купаемся. Мы в мороз минус 20, в этой водичке, там ноль, ноль мы выдерживаем, короткое время даже не пройдет. Мы говорим про нашу пресную воду всё-таки, не про морскую там. Да, там морскую там немножко другая температура. Другая температура. Потому что соль внутри, да. Так, 211-101. Вопрос вот такой. Почему рушатся асфальтированные дороги у нас весной именно? Ребят. 211-101. Они у нас не без весны рушатся. Небольшую подсказку. Это специальное явление. Есть несколько отделений у этого явления в зависимости от нахождения в вашем, как вы видите и на какой высоте, смотря, так и называется. Вы это в школе проходили? Да. Да. Про сфальт. Очень какое-то специфическое слово, видимо. Нет? Нет. Почему? Здесь нет. Есть у нас звонок-то? Нет у нас? Нет у нас? Нет у нас звонка. Давайте мы сейчас поговорим в оставшиеся минуты о тех весенних процессах, явлениях, которые мы все с вами видим весной. Да, оживает природа у нас. Вот, например, если я сейчас смотрю из окошка нашей студии на деревья, и я четко вижу, что рядом со стволами деревьев снега поменьше. Там такое проседание снега. Видели? Замечали? Вот я, может, сейчас вставим, даже подойти к окошку, посмотреть на липы, которые у нас растут. Там явно поменьше будет. Видишь? Да? Видишь ведь такой, да? Вокруг ствола снега меньше. Почему? Да. Как ты думаешь? Никогда не замечалось? Может, деревья какое-нибудь тепло вырабатывают, начинают. Может, у них какая-то живность, оживление проявляется. В смысле, соки, соки, сок внутри дерева, да? Да, они как-то оживают. Федя, а ты как думаешь? Ну, поскольку дерево соприкасается с землей вплотную, потому что корни уходят под землю, она берет тепло, ну, возможно, поглощает тепло для того, чтобы листья распускались, и она изнутри делается теплее, поскольку сначала тепло поступает в ствол, поскольку ствол больше, и только потом расползается по веткам, вокруг ствола, мне кажется, снега меньше. Ну, молодец. Вообще, очень грамотное объяснение у ребят. Удивительно, там действительно температура дерева несколько выше, но я и огорчу вас. Оказывается, если мы поставим просто бетонный столб, около него тоже обнаружим вот такое же понижение уровня. Но правильно, что деревья по температуре несколько выше, чем окружающий воздух. Но основная причина опять в том, мы сегодня уже говорили, солнышко нагревает поверхность этого дерева, вокруг него тает снег. Вот основная причина, конечно, в этом. А я, кстати, где-то в интернете не так давно споры, прям там споры, что нагревает-то. Нагревает воздух вокруг себя ствол или нагревает вот и снег, как бы, близлежащий, поэтому он тает? Или все нагревается? Ствол нагревается, излучает тепловое излучение, как мы. Вот мы, наша температура выше, и расположите руку над снегом, и вы нагреете. Снег, он плавится, начнет точно так же. Да, нагретый от дерева, нагретый от солнышка, начинает плавить окружающий снег. Вот, в общем-то, и все. Поэтому мы всегда видим, что около стволов, вот у Евы в руке. Ева, запомнишь такое объяснение? Да. Да? А вот почему здесь нет ничего? А вот как раз это столб. Столб? Да. Это ствол. Какое-то объявление. Это столб, если посмотреть. А что здесь какое-то это? Это, ну, такой он вот, столб. Да, это неживой объект, но около него все равно проваливание снега мы обнаружили. Хотя соки никакие не идут, да. Молодец, что обратила внимание на эту картинку. 211-101, у нас пара минут состоится до завершения программы. Ребята, а вы нам еще и не дозвонились. А у нас еще был какой-то опытный насчет цветочка. Ну, Ева сейчас нарисует цветок, но это, правда, связано с тем, почему первые цветы, они голубые, как правило. Вау, это еще одно открытие. Нет, лучше давайте нарисуем красным. Вот если бы цветы были красными, нарисуйте. Нет, лучше пока красным. Вот будто красные цветы. Что мы увидим? Быстренько нарисуем какую-нибудь заготовку. Вот у нас цветок. Ева взяла лист бумаги белый А4 и рисует на нем цветок. Да, и сейчас мы с вами вспомним, что цвет неба голубой. Растение находится, это вот, растение чаще всего, да, находится в лесу. А чем освещается растение в лесу? Голубым небом. И посмотрим через голубой фильтр. Вот у Евы здесь есть очки для наблюдения сети изображений. И мы с вами что увидим? Мы увидим, что этот цветок через синий фильтр практически становится черным. Видно что-нибудь. Да, для опыления насекомый не виден будет, если он будет черным. А теперь мы через красный фильтр посмотрим. Он вообще не заметен. Этого цветка вообще не осталось. Вообще нет. А можно вопрос? То есть, да. То есть, красный синим образуется темно-бордовый. Да. Такой фиолетовый. А красный с красным. Поэтому, возможно, еще не видно. Ну да, не видно поэтому, совершенно верно. Но цветы должны быть какими, чтобы их заметили насекомые. И когда мы освещаем лес голубым светом, если цветок будет красным, он каким будет казаться? Чёрным. И насекомые его не увидят. Поэтому нужно быть голубым или белым, чтобы отражать как можно больше цвета. И мы его видели попросту. Давайте попробуем голубой цветок. У меня другой вопрос. Как этот цветок пришел к выводу, что ему нужно быть именно этого цвета? Другого цвета не опыляли, просто не выжили. Красные не выжили. Они постепенно были выдохнуты вот этими голубыми и белыми. Естественный отбор такой среди растений. Слушайте, мы много чего не успеваем сегодня обсудить. У нас так время-то час уже открывашки практически пробежал. У нас ещё и вопросы остались, и вопрос неотвеченный. Почему асфальт весной рушится? Здесь его видно. Я нашему редактору Вере Власовой предлагаю следующее. Давайте мы в группе «Открывашка ВКонтакте» разместим несколько опросов. И пусть там прямо обсуждение развернётся в комментариях. И те призы, которые у нас ещё остались, и книжки, и всевозможные пригласительные. Мы сегодня не очень много разыграли. Мы как раз-таки разыграем и в группе «ВКонтакте». Хорошая идея, да? Отлично. Почитаем. Подзывы, ребят. Да. Почему зимой, например, крыши рушатся чаще, чем весной, чаще, чем зимой, да, например, можно этот вопрос задать. Вот этот же вопрос про асфальт, почему он рушится, тоже можно там задать. Отлично. Ну что, Ева, давай подводим итоги открывашки. Что ты для тебя сегодня сделала? Для себя сделала? Какое открытие? Что нового? Что реки дополняются не от льда, а из леса. Приходит лес и поливает речь. То есть то, что стекает, из-за этого уровень воды поднимается. Если бы не стекало, то лёд просто бы растаял, уровень бы не изменился. А если бы река была выше леса, вот просто представим, то, что бы было. Если бы ничего туда не стекало? Нет, чтобы река стекала, например, в лес. А, река в лес. Ну, она бы разлилась тогда. Разливает, так и бывает. Да, и постепенно ушла бы, в том числе, в воду, впиталась бы это всё. Федя, что тебе больше всего запомнилось сегодня в открывашке? Ну, твой опыт-то великолепный, да. Мы прям, вау, как это так? На удивление, я ещё старался, тренировался, чтобы всё получилось. Только сейчас мне начали смотреть, у меня ничего не получается. Ладно, молодцы. Мне запомнилось, в частности, то, что я увлекаюсь садоводчеством. Вот впредь буду палку класть в бочку, чтобы вода в бочке не замерзала при заморозках ночью. Спасибо большое. Зачем эти спиннеры? Есть такая штука. Спасибо большое. Константин Каханов, завеститель директора Центра дополнительного образования «Одарённых школьников», Ева Кратцова, Федя Рычков, я Владимир Светанин. Всем пока. Пока. Всем пока. До свидания. До свидания. Субтитры подогнали Симон.